Сегодня 30 сентября, в последний день первого осеннего месяца в здании Белого дома в Башкирии случилось второе заседание Временного правительства. Я называю это правительство временным, потому что все члены нынешнего правительства носят приставку ИО и не являются полноценными министрами. Правда, в этот раз заседание Временного правительства состоялось без участия его главы Радия Фаридовича Хабирова. Ну, собственно, не стоит ни радоваться, ни печалиться. Хабиров вовсе не арестован, не задержан, как некоторые члены его правительства, а находится в плановом отпуске. Ну, видимо, устал Радий Фаридович за время выборов. Они его подкосили и утомили. Надо отдохнуть губернатору. Тем не менее, на фоне его ухода в отпуск разворачиваются драматические события. Все мы в понедельник были ошарашены новостью о том, что задержан вице-премьер правительства Алан Морзаев. Ему готовятся предъявить обвинения и, судя по всему, увезут в Москву. Потому что его делом занимаются московские следователи. И это особенно необычно для практики задержания высших чиновников в Башкирии. До этого никого в Москву не увозили. Ну, видимо, Москва устала от того, что наши чиновники и министры отделываются смехотворными штрафами за вполне себе уголовные деяния. В общем, Алан Викторович станет первым, кто отправится в Москву из Башкирии в статусе задержанного или арестованного. Пока мы не знаем. Но вернемся, собственно, к оперативке. До 6 октября Хабиров в отпуске и оперативное совещание ввел Андрей Назаров. Как обычно, стилистически оперативка отличалась от того, что происходит при Хабирове. Во вступительном слове Андрей Назаров сделал акцент на том, что 17-19 октября в Уфу прилетает Владимир Путин. Он будет участвовать очно в форуме «Россия. Спортивная держава». И потому Назаров потребовал направить все усилия чиновников Республики Башкортостан на то, чтобы этот визит был подготовлен и осуществлен на высшем уровне. Андрей Геннадьевич сообщил, что основные мероприятия форума все-таки пройдут в том самом пресловутом дворце борьбы. Там сейчас что-то готовится, спешно, значит, расставляются стулья и красятся стены, судя по всему. В общем, несмотря на то, что было много разговоров о том, что дворец борьбы не готов к встрече с Владимиром Путиным, судя по всему, так оно и будет. Хотя у нас сейчас такие времена, что все может отмениться и измениться буквально в последний момент. Будем наблюдать. Также во вступительном слове Назаров отметил, что во всероссийском рейтинге систем многофункциональных центров Республика Башкортостан заняла первое место, в связи с чем Назаров наградил ряд сотрудников этого ведомства почетными грамотами и благодарностями главы Республики Башкортостан. В системе МФЦ трудится 1825 человек, и они приносят в казну региона до 400 миллионов рублей в виде пошлин, сборов и всевозможных платежей. Осуществляется 394 государственные услуги в рамках работы МФЦ. Но не надо воспринимать эту цифру так, что, дескать, МФЦ приносит огромную прибыль. На самом деле, конечно, это глубоко убыточное предприятие. Хотя бы сам фонд оплаты труда этого МФЦ составляет сумму свыше 2 миллиардов рублей. Но надо помнить о том, что это, в общем-то, сервисная служба государства, и прибыли она приносить, наверное, не может. Также во вступительном слове Назаров, что необычно для оперативок, попросил сменщика Прочаковской Дмитрия Черенкова доложить о ситуации с жалобами граждан. Черенков обрабатывает все эти жалобы и создает некую статистику. Дмитрий Черенков оптимистично заявил в ответ, что количество обращений и жалоб граждан неизменно снижается. А единственный серьезно интересующий вопрос населения Республики Башкортостан это когда же по трубам потечет горячая вода в смысле отопления многоквартирных домов. Проблему со сносом аллеи возвращения домой Черенков назвал решенной. Он доложил о том, что население в общем-то не сильно этим обеспокоилось. Стройку отодвинут от этой пресловутой аллеи, деревья высадят заново. Но жалко, что Черенков не прокомментировал возбуждение уголовного дела со стороны Следственного комитета по факту вот этого сноса этой аллеи. Очень любопытно было бы узнать, в чей адрес собственно это дело возбуждается. Ну, хотелось бы верить, что в адрес тех, кто выписал это пресловутое разрешение на строительство, которое позволило строителям снести аллею возвращения домой. В общем, эта ситуация пока, на мой взгляд, до конца не закрыта, несмотря на все уверения Дмитрия Черенкова. Мы безмерно благодарны всем нашим подписчикам, тем, которые помогают материально нашему каналу, помогают нам держаться на плаву, оставаться в эфире, еженедельно выдавать вам 4, а то и больше сюжетов. Помогать нашему каналу можно и нужно, полезно и абсолютно безопасно. Лучше всего это и удобнее всего это сделать, подписавшись на платную подписку на платформе Boosty, на открытую политику. Можно помогать нам и напрямую. Вот вам Сберкарта, которую вы видите на экране. Через нее вы можете перевести нам любую посильную для вас помощь. Заранее большое спасибо. Далее оперативное совещание попыталось войти в рабочее русло. Ирина Александровна Голованова отчиталась о том, что крупных аварий за минувшую неделю случилось всего 3, а также было 38 технических инцидентов. В общей сложности 425 многоквартирных домов Республики Башкортостан испытывали трудности с получением каких-либо коммунальных услуг на прошлой неделе. На мой взгляд, 425 многоквартирных домов – это очень много, но Голованова не печалится. Также Ирина Александровна сообщила нам, что по ее плану отопление в домах включат в Республике Башкортостан с 7 октября, а уже с завтрашнего дня, с 1 октября, тепло подадут в социальные объекты, то есть детские сады, школы, больницы и так далее. Ну, посмотрим, как это получится. Каждый год мы с замиранием сердца ждем этого момента. Не лопнет ли что-то, не взорвется ли что-то. Ну, надеюсь, что и в этом году у нас тоже минует чаша сия. Хотя, конечно, сети ветшают, и все становится значительно хуже, чем было в предыдущие периоды. Будем наблюдать. В этом году, кстати говоря, осень достаточно к нам благосклонна, и мы не мерзнем пока у себя в домах. Далее, следуя заведенному сценарию, о ситуации на дорогах отчиталась исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного строительства Любовь Викторовна Минакова. Она сообщила, что за минувшую неделю случилось 59 ДТП, в которых пострадало 73 человека, и погибло очень много, 15 человек. Смертность на дорогах в этом году у нас превышает. Смертность на дорогах в прошлом году, собственно, как было и ранее. То есть, с этим ничего поделать невозможно, но я для себя отметил, что у Любови Минаковой есть большие проблемы с математикой, потому что неделю назад погибших, по ее мнению, было 270. На этой неделе общая сумма, по ее словам, составила 287, но если к 270 прибавить 15, то получается 285. Вся вот эта вот путаница с цифрами и вот эта небрежность изложения наводит в целом на мысли о том, что, в общем-то, статистика это недостоверно. И она может отличаться как в ту, так и в другую сторону, потому что, ну, сама вот эта девушка-министр, значит, путается в показаниях и не может сложить довольно простые цифры. Не знаю, зачем вообще этот номер до сих пор отыгрывается на сцене Белого дома каждую неделю, потому что, ну, и Казе понятно, что с смертностью на дорогах Минакова ничего поделать не может, собственно, как и ее предшественники. Но я тут отмечу одну сенсационную мысль, которую высказала Любовь Викторовна, комментируя вот странность между тем, что снижается количество ДТП и увеличивается количество смертей на дорогах. Минакова высказала сенсационное предположение о том, что смертность на дорогах Башкортостана растет потому, что в Башкортостане очень хорошие дороги. Потому что граждане безответственно теряют голову от этого всего великолепия и разбиваются в лепешки, значит, набиваясь в автомобиле по 5-7 человек за раз. Анализ показывает, что очень много, вот, допустим, одна авария, Андрей Геннадьевич, и практически все в машине погибшие. Я понял, что это увеличение скорости. Увеличение скорости, да, пересечения сплошных полос, это просто нарушение правил дорожного движения водителей в данном случае. Это и раньше же было, просто почему-то количество уменьшается, да, аварии, а количество смертей растет. То есть, это такие тяжелые последствия, что... Вот на тех участках дороги, где произведен ремонт и покрытие дорог хорошее, разгоняются и едут, просто скорость увеличивается. Ну, согласитесь, довольно-таки абсурдное предположение, да, чем лучше дороги, тем больше на них гибнет людей. Я бы сказал, что на самом деле наоборот. Но вопрос смертности и травматизма именно на аварийных участках дороги правительство Республики Башкортостан и череда министров транспорта и дорожного строительства всегда тщательно обходили. Они никогда не связывали смертность на дорогах с тем, что у них там дороги ужасные кое-где, да, такие, что они убивают людей. Вот такой причины у них нет. Ну, видите, граждане обнаглели, значит, ошалели и носятся, как угорелые, на своих прекрасных скоростных автомобилях и убиваются об стену. Ну, что с этим может поделать Люба Минакова? Ну, практически ничего. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться на наш канал. Если вы подписались на наш канал прямо в процессе просмотра, это особенно помогает продвижению нашего видео и в системе Ютуба, и на иных платформах, где мы есть. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене, подписывайтесь в ВКонтакте, в Телеграме. В Телеграме есть еще и всякие разные другие материалы, там много интересных опросов. Так что не ленитесь, пожалуйста, ставьте лайки, оформляйте подписку. Кратенько заслушали доклад Ильшата Ильдусовича Фазрахманова, министра сельского хозяйства, о ситуации с уборочной страдой. Собственно, в целом, аграрии республики Башкортостан выдержали испытания нынешним летом, и урожай у нас будет, может быть, и не рекордный, может быть, небольшой, но вполне себе достаточный. Фазрахманов сообщил о том, что зерновых и зернобобовых уже убрано до 80%, масличные культуры убраны на 15% площадей, и очень хорошо уродилось, по словам Фазрахманова, соя, сахарная свекла, подсолнечник, ну и очень хорошие результаты у него по заготовке кормов. Чуть ли не двойная годовая доза этих кормов будет заготовлено, так что мясо и молоко у нас никуда не денутся, судя по всему. Ну, по крайней мере, таковы радужные доклады господина Фазрахманова, а мы увидим, насколько это достоверно, просто глядя на ценники в магазинах, когда будем смотреть, как и с какой скоростью растут цены на продукты в наших магазинах, несмотря на такое вот вполне себе благополучное положение сельского хозяйства Республики Башкортостан. Под конец оперативного совещания заслушали доклад министра труда, семьи и всевозможного блага для всех Линары Ивановой. Доклад это был о том, как она борется с нелегальной занятостью Республики Башкортостан. Прежде чем анализировать доклад Линары Хакимовны, я хочу сделать небольшое отступление и порассуждать на эту тему, на тему нелегальной занятости, серых зарплат и так далее. Как известно, налог на доходы физических лиц, то есть это те налоги, которые мы платим, вернее нас их взымают с нашей зарплаты, это один из самых таких наваристых, больших, объемных налогов, и государство в виде налогов и отчисления всевозможных страховые фонды прибирает к рукам больше половины того, что заработал россиянин на легальном месте работы. Население Российской Федерации, так уж повелось, традиционно бегает всячески от этих налогов, очень многие работают в серую или показывают меньшую зарплату, чем реально получают, тем самым уходят от выплаты вот этих вот сборов и НДФЛ. По разным оценкам, они не могут быть точными по определению, в России от 13 до 25 миллионов человек работают нелегально, то есть в серой зоне, зарплату получают в конвертах. Ну, логика государства такова, что, дескать, НДФЛ позволяет получать всевозможные социальные блага, и, значит, человек, который платит налоги, получает там медицинскую помощь, медицинские услуги, всевозможные социальные услуги и гарантии, прочее, 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 ну и в конце концов получает пенсию. Потом, когда выходит на пенсию, он, значит, исходя из вот этих вот платежей, получает эту пенсию. Но, тут, конечно, безжалостная математика говорит нам о том, что, как бы, государство-то изъяло за всю трудовую деятельность у человека настолько много, что если, ну, пользоваться той медициной, которая в ответ представляется человеку, то человек, как бы, в массе своей не доживает до пенсии. Несложные расчеты показывают, что россиянину нужно прожить на пенсии, уже выйдя на пенсию, от 80 до 112 лет, чтобы получить обратно все то, что он выплатил в качестве платежей, МДФЛ и социальных всевозможных выплат, вот, фонд Медстрах, соцстрах и так далее, и так далее. Ну, мало кому удается вообще дожить до пенсии, особенно мужской части населения, но прожить на пенсии, там, 80 лет, конечно, не представляется возможным. Так что, ну, к сожалению, вот такая арифметика получается. Вернемся к докладу Ленары Ивановой. Отчитываясь о своей борьбе с нелегальной занятостью, Ленара Хакимовна сообщила почему-то во первых строках своего доклада о своем собственном достижении, о том, что ее ведомство заняло третье место по Российской Федерации в конкурсе профильных органов госвласти. Ну, не знаю, может быть, слишком редко Ленаре Хакимовне дают слово на выступлениях, чтобы она почему-то так вот болезненно, значит, решила похвастаться, потому что вдруг потом не придется. Ну, ладно. Возвращаясь к ее борьбе, Ленара Хакимовна сообщила о том, что ежегодно от 35 до 40 тысяч человек ей удается вернуть в лоно регулярных выплат налогов и белой зарплаты. То есть она делает добросовестными налогоплательщиками от 35 до 40 тысяч человек. Одновременно с этим Ленара Хакимовна упрекнула молодежь в том, что она вот эта самая безответственная молодежь от чего-то не хочет грести лопатой деньги на заводах и фабриках, которые нуждаются в рабочих руках. И по словам Ленара Хакимовна, безответственная молодежь республики, как она выразилась, ринулась в доставку и такси. Ну и действительно, совершенно непонятно, почему эти юноши и девушки бездуховно трудятся курьерами и таксистами, зарабатывая серые, а порой и черные деньги, тогда как прекрасно могли бы, например, отдать 50% своего заработка и часть своего здоровья на каком-нибудь прекрасном химическом предприятии. Ну или, например, на каком-нибудь историческом машиностроительном предприятии, расположенном в романтическом и экологически своеобразном пригороде города Уфы. Ну почему-то вот не хотят молодые люди идти туда работать за станок или там в какую-нибудь химическую установку, и почему-то предпочитают работать курьерами и таксистами. Повторюсь, это версия Ленара Хакимовна. Конечно же, если говорить всерьез, то все вот эти бравурные доклады Ивановой и ей подобных сводятся к тому, что мы, дескать, тут работаем, перерабатываем огромные суммы бюджетных денег, которые нам выделяются на эту работу, и вот мы 35 тысяч человек обратили, как говорится, в белую зарплату. На самом деле проблема существенно сложнее. Люди не идут работать на белую зарплату, потому что, во-первых, действительно очень большое отчисление и половину их зарплат, если не больше, забирает государство. Во-вторых, все не так радужно, как представляет это Ленара Иванова. Подтверждением тому был совсем недавний скандал с одним из машиностроительных предприятий, на котором была заявлена какая-то гигантская зарплата, дескать, приходите, работайте, стойте у станка, а по факту это было совсем не так. То есть, конечно, определенная доля лукавства в заявлениях Ленара Хакимовна есть. И количество людей, работающих в серых и черных зонах трудового рынка в Республике Башкортостан и в России в целом, конечно, сильно больше, чем это пытается представить Ленара Хакимовна. Так что вот эта вилка и выбор между тем, получать деньги сегодня, или иметь эмпирическую возможность получать какую-то пенсию и еще что-то в далеком будущем, до которого еще можно и не дожить, эта вилка, конечно, существует. И очень многие люди в этой вилке сейчас находятся. Ленара Хакимовна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова